Профессор кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского госуниверситета Иван Браченко – один из разработчиков единственного в мире метода выявления хронической сердечной недостаточности на ранней стадии, при применении которого не требуется операционного вмешательства в человеческий организм. Этот метод использует спектроскопию, то есть метод, основанный на взаимодействии лазерного излучения с тканями кожи. При этом лазерное излучение немножко по-разному может взаимодействовать с различными компонентами кожи в зависимости от состава. И когда развивается болезнь, меняется метаболизм организма, в том числе и тканей кожи. Привод подключается к лазеру, чтобы подвести излучение к коже пациента и к детектору. Информация затем выводится на экран компьютера. Она связана с химическим строением ткани кожи человека. Спектр сравнивается с уже полученными данными других здоровых пациентов и тех, кому уже поставлен диагноз. У каждой болезни свой уникальный спектр. Мы набрали базу спектральных данных в ходе клинических исследований в больнице Пирогова и в больнице Середавина. И на основе полученной базы мы сделали математическую модель с использованием нейронных сетей, которая как раз-таки позволяет нам анализировать спектры и проводить эффективную классификацию у пациентов. Сенсор применяет излучение ближнего инфракрасного диапазона. Очень низкоинтенсивное. И для здоровья человека оно не опасно. Вообще излучение, которое, например, на нас каждый день попадает, то, что солнце светит, ничего же страшного не происходит, если не злоупотреблять. Здесь такая же идея, что оно очень низкоинтенсивное и никак не вредит человеку. Обработка результатов занимает примерно минуту. Собственно, да, в чем видят интерес наши коллеги из медицинского университета, из клиник самарских, это как раз высокая точность применения метода. И причем, что, наверное, самое главное, это объективная информация о наличии или отсутствии болезни. То есть здесь аппарат не завязан на мнение конкретного врача. Это объективная информация. Согласно статистике ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают порядка 20 миллионов человек. Это наиболее распространенная причина смерти в мире. На начальной стадии заболевание протекает без выраженных симптомов и часто диагностируется только в тяжелых формах. Поэтому разработка систем ранней диагностики хронической сердечной недостаточности сегодня одной из приоритетных направлений научных медицинских исследований. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.